Новые камеры видеонаблюдения, сенсоры движения, детекторы сердцебиения, тщательный осмотр всех машин. А ещё пограничная стена протяжённостью 160 километров. Так Болгария усиливает контроль на границе, пытаясь воспрепятствовать незаконному проникновению мигрантов на свою территорию. С начала года на КПП Лесова задержали 750 незаконных пассажиров из стран Азии и Ближнего Востока. «Цель недобросовестных перевозчиков – незаконно перевести мигрантов. Все дополнительные полицейские меры, такие как ограждение и усиленный надзор, нацелены на предотвращение незаконных действий». В вопросе миграционного кризиса Болгария не находится на передовой, как соседние Греции и Венгрия. На её границе, в отличие от французского порта Кале, нет сотен штурмующих фуры беженцев. Но всё же власти обеспокоены. Это самая бедная страна Евросоюза, и даже те 25 тысяч человек, которые прибыли сюда за последние два года, являются для Болгар тяжким временем. Это столько же, сколько приехало в Болгарию за предыдущие 20 лет. Из 160 километров пограничной стены с Турцией построено уже 30 километров. Впрочем, для беженцев это пока не преграда. Сириец Георгий рассказывает, что обогнал стену через лес. Здесь, в транзитном центре для мигрантов, рядом с турецкой границей, сейчас около 300 беженцев. Из Болгарии они хотят попасть в Германию или Швецию. «В Германии всем платят зарплаты, а здесь нет никаких зарплат». В лагерях для беженцев в Болгарии в настоящее время находится более 3500 человек. Палатки, медицинская помощь и питание им предоставляются на средства, выделенные Евросоюзом. А это уже Сербия. Правительство этой страны настроено более оптимистично. В среду премьер-министр лично посетил парк в центре Белграда, где временно разместилось около тысячи мигрантов, и поприветствовал беженцев. «Ежедневно в Сербию из Македонии попадает 2000 мигрантов. Для нас это огромное число, особенно учитывая то, что теперь им сложнее покинуть Сербию и двигаться дальше. Давление на нас растёт, но мы никогда не назовём это проблемой, как делают другие. Мы найдём выход». Далее эти люди планируют отправиться в Венгрию. Но сделать это теперь не так просто. Венгрия тоже строит стену на границе. Такие заборы уже раскритиковали правозащитные организации и УВКБ ООН по делам беженцев. Власти Сербии также не поддерживают эти меры. «Мы не будем строить заборы или стены. Мы будем относиться к мигрантам, как к хорошим людям». Сербия уже построила один центр для мигрантов недалеко от границы с Македонией. Теперь планирует построить ещё один в Белграде. Как ожидается, он сможет вместить 2000 человек.